Добрый вечер дорогие телезрители! В эфире телеканала «Россия-1» программа «Горячая линия» и я ее ведущая Мадина Лайпанова. Сегодня в нашей студии вместе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева Черкесской Республики Георгием Вячеславовичем Терриным мы обсудим самые актуальные вопросы данной сферы. Вы, наши телезрители, точно так же можете поучаствовать в сегодняшнем разговоре. Для этого звоните по телефону 22 0036 или 220673 и задавайте свои вопросы. Итак, давайте начинать! Добрый вечер, Георгий Вячеславович! Добрый день, уважаю вам, Мадина! Рады вас приветствовать сегодня у нас в студии. Ни для кого не секрет, что совсем недавно состоялось послание главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Бориспевича Тимрезова, в котором он обозначил основные направления деятельности правительства региона. Особое внимание было уделено теме обеспечения водоснабжения населенных пунктов республики. Мы знаем, что ваше министерство курирует данную тему в том числе. И, собственно, именно поэтому, наверное, сегодня мы и решили пригласить вас к нам на эфир, чтобы ответить, наверное, на самые волнующие вопросы от жителей региона. Я думаю, что к вам в министерство тоже поступают на постоянной основе обращения от граждан. И я надеюсь, что сегодня мы максимально емко и объемно ответим на эти самые вопросы. Ну что, давайте, наверное, переходить к, собственно, тем вопросам. Мы объявляли о том, что будет прямой эфир. В течение недели к нам поступали вопросы от граждан. И, собственно, первый из них звучит следующим образом. В станице Кордоникской постоянно нет воды. Какие-то работы ведутся и много где перекопаны улицы. Скажите, пожалуйста, когда эти работы будут завершены, и у нас в станице не будет проблем с водой? Ну, хотел бы в первую очередь отметить, что по поручению главы республики, наша республика участвует в программе комплексного развития сельских территорий, непосредственно принимает участие поселения. Проблема водоснабжения является ключевой, основной, наверное, болевшей проблемой во всех сельских территориях и населенных пунктах нашей республики. В частности, по станице Кордоникской в прошлом году, или позапрошлом году, поселение подало заявку. Они прошли конкурсный отбор. И с прошлого года в станице Кордоникской реализуется строительство объекта по замене сетей водоснабжения общей протяженностью 82 километра. Работы, повторюсь, стартовали уже с прошлого года. Объект трехлетний. В текущем году планируем достичь готовности порядка 80% и в следующем году завершить данный объект. Данным объектом вся система водоснабжения будет заменена на новую, что позволит, соответственно, подать, в первую очередь, бесперебойную, а во вторую очередь, это качественную воду, снизить издержки как ресурсоснабжающих организаций, так и жителей станицы Кордоникской за потребляемый ресурс, за воду. Поэтому надеемся, в следующем году все жители станицы Кордоникской будут подключены к бесперебойному источнику водоснабжения. То есть сейчас вот эти улицы, которые перекупаны, это идет работа? Да, это идет работа. В смертной стоимости также заложены восстановительные работы по приведению верхних слоев в нормативное состояние. Это что касается дорог и проездов от тротуаров. Просьба жителей станицы Кордоникской потерпеть. Потерпеть это на их благо. Как закончат работы, всю верхнюю планировку территории приведут в соответствие и обеспечат нормальное функционирование проезда как домовладением, так и по улицам. Касательно перебоев, я так понимаю, что вода подается по определенному графику. То есть не просто там, когда захотели, тогда подали? Нет, нет. Есть эта ключевая, наболевшая, наверное, проблема во всей нашей республике. Перебои связаны с сезонным разбором воды. В летний период, в весенний и осенний, вернее, и летний период, когда начинается сезон полива огородов. То есть это влияет на эти перебои? Конечно, идет повышенный разбор воды и системы водоснабжения. И поэтому, к сожалению, мы сталкиваемся, что на отдаленных домовладений, которые находятся там, условно говоря, в конце ветки водоснабжения, вода поступает не с нужным напором. Не хватает, в общем-то, да. Или в период полива ее вообще нет. То есть не доходит вода. Ну, кстати, если мы затронули данную тему, вот следующий вопрос. Он поступил из станицы Исправной, где также наблюдаются перебои с водой, особенно сейчас, когда люди начинают поливать свои сады и огороды. Планируется ли там как-то решать? Ну, это вот тоже Зеленчугский район получается, да? Зеленчугский район, да. К сожалению, станицы Исправной, прошу прощения. Мы совместно с органами местного управления не смогли включить программу комплексного развития сельских территорий. В рамках иных программ, в частности, как чистая вода, к сожалению, у нас тоже было ограниченное финансирование. Тоже мы не попали, не смогли включить данный объект. Но, тем не менее, с органами местного управления, с администрацией Зеленчугского района работа продолжается. Готовится, насколько я знаю, конкурсная документация, потому что проблема эта тоже имеет такие длительные корни, очень давние, наболевшие. Готовится заявочная документация и будет подана тоже в Минсельхоз для участия в программе комплексного развития сельских территорий. Поэтому надеемся на положительное рассмотрение нашей заявки. Пока не могу сказать точные сроки, будет ли она рассмотрена, будет ли принята, одобрена. Но работа в этом плане ведется. То есть я правильно понимаю, что принятие решения о том, где будет какая инфраструктура, она во многом тоже зависит и от этой заявочной работы, которую проводит регион. То есть это документация, нужно подготовить, подать куда-то в федеральные органы. То есть это не на уровне региона просто сразу решить, давайте там сделаем. К сожалению, в частности по странице исправной, там мы тоже анализировали. Замена всех сетей водоснабжения предельственной, смертная стоимость такого объекта ставит свыше 200 миллионов рублей. Для бюджета Зеленчукского муниципального района это абсолютно неподъемная стоимость. Для бюджета республики это тоже довольно колоссально, учитывая, что помимо водоснабжения, есть другие социальные проблемы, на которые необходимо финансировать. Поэтому для бюджета республики это тоже колоссальные деньги. И мы работаем над тем, чтобы получить поддержку федерального финансирования. в различных мероприятиях. Здесь максимально близкая программа, по которой это можно реализовать. Конечно, это программа комплексного развития сельских территорий. Тем не менее, не знаю, может быть, забегу чуть вперед. После инаугурации президента было послание. Вот вы все тоже за этим следили. И президент анонсировал о том, что будут новые национальные проекты внедрены, запущены. Создается сейчас, ведется формирование правительства Российской Федерации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который будет себя объединять текущие федеральные проекты, которые как уже действующие, так и будут создать новые. Они в себя включат те же у нас проекты, которые реализовывались по стимулированию программ жилищного строительства, по созданию комфортной городской среды. Также программа «Чистая вода» туда войдет. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства социальных объектов, детские сады, школы. В общем, это будет комплексный национальный проект, который нацелен на улучшение полностью всей инфраструктуры для жизни населения. И вот в рамках подготовки к участию в этом национальном проекте, в одном из двум мероприятий, в частности, как модернизация коммунальной инфраструктуры, сейчас правительством, Минстроем в частности, Краснояр-Черкесской республики, ведется сбор и анализ с населенных пунктов, в которых сейчас имеется максимальная проблематика, именно в Чехаса и с водоснабжения, и с администрациями муниципальных районов, с администрациями поселений. Сейчас в наш адрес они направляют заявки, где они видят сложности. В чем основные, как бы, такие проблемы? Да, основные, ключевые такие точки, на которых надо сосредоточиться. И мы сейчас обрабатываем это и будем тоже так же формировать список, который будем заявлять в новый нацпроект и в это мероприятие по формированию, по модернизации, вернее, коммунальной инфраструктуры. Поэтому работа ведется в разных направлениях. С федеральными органами мы исполняем власти. Спасибо большое главе республики. От него всегда есть поддержка. И он нас, как бы, не только словом направляет, но и мотивирует, и поддерживает наши инициативы, когда мы выдвигаемся на федеральные программы. Надеемся, конечно, на поддержку. И я думаю, вопрос этот со временем решится. Хорошо. Вот похожий вопрос. На самом деле, было много вопросов, связанных с водоснабжением и из разных районов. Вот, например, Усть-Джигутинский. Какая работа проводится для улучшения водоснабжения Усть-Джигутинского района? Потому что, видимо, в Джигуте тоже есть какие-то свои вопросы. Проблемы есть. Но Усть-Джигутинский район большой район. И здесь, я бы сказал, наверное, грех жаловаться. Ну, не жаловаться, неправильно я сказал. Но ведется работа очень большая. Мы знаем, да, в некоторых населенных пунктах уже как бы дожечено. Поменяли. Я сейчас, если так на память скажу, в рамках чистой воды была заменена часть напорного водовода протяженностью 5 километров в самом городе Усть-Джигута. В рамках этого же проекта ведется реконструкция напорных резервуаров над Николаевской станицей, селом Николаевской. И там тоже часть водопроводов магистральных уже поменены. Работа, конечно, еще не завершена. Мы планируем, если до конца года, этот вопрос закрыть и запустить вот эти резервуары для обеспечения суточного регулирования воды на направлении. Это Кайдан, Николаев, Казнаменка в том косте. Потом по программе комплексное развитие сельских территорий. Если я не ошибаюсь, с 21-го года в ауле Сары-Тюз заменено больше 20 километров водоснабжения полностью. Все магистральные линии поменены. В прошлом году завершились работы в селе Кайдан, Эльтеркач. Важное? Важное, да. Это Красногорское поселение. Где часто стоял вопрос, кстати. В Герюльдуке тоже, чтобы заменили. Работа по джигутинскому району проводится большая. И, конечно, это не предел. И район большой. Но сейчас есть какие-то больные точки, скажем так, в джигуте, где особенно пристально министерство намечает работу? Какие населенные пункты особо сейчас волнуют по теме воды? По населенным пунктам, я думаю, точечно с ними занимается правительство в рамках программы «Комплекс на развитие сельских территорий и сельхоза». А ключевые, глобальные, конечно, мы понимаем, что необходимо помимо замены ветких сетей обеспечить полноценное и качественное водоснабжение в плане забираемой воды. Здесь, соответственно, нами разработан проект реконструкции водоснабжения города Выжигда из Выжичинского района. Если вы знаете, у них водозабор идет с Большого Ставропольского канала. Много лет уже этому водозабору, оборудование данного водозабора уже и морально, и физически устарело. И поэтому возникла необходимость, конечно, в модернизации. Нами подготовлен проект модернизации водозаборного узла. Проект этот готов. К сожалению, из-за такой прям весомой стоимости мы не смогли включить проект «Чистую воду». Будем пробовать этот проект, заявлять и дальше, как я уже сказал, другие национальные проекты и программы. И я думаю, этот вопрос мы тоже в скором времени победим. Работа, к самом деле, ведется очень серьезно по этому направлению. Именно в плане Жигутинского района по водоснабжению. Что ж, давайте немножечко отвлечемся от водоснабжения, потому что вопросов много, я повторюсь, из разных районов республики, мы вернемся к ним. Но вот тут поступили еще несколько. Ни для кого не секрет, недавно Крачаево-Черкесия пережила такую стихию, можно сказать. И вот поступил вопрос из города Черкеска. Людмила Ильинична спрашивает, здесь есть адрес, телефон. После стихии двор находится в ужасном состоянии, на деревьях висят поломанные ветки, двор тоже ветками завален. Но никто уже несколько дней порядок не наводит. Что делать? Владимир, ну, в первую очередь, я хотел бы тогда, если есть, конечно, обратная связь, телефон. Да, да. И адрес я тогда зафиксирую. Но скажу вам так, вот третья неделя, да, прошла? Да. Как прошла стихия, в пятницу, вот когда прошел этот град, все коммунальные службы были подняты буквально по тревоге и МЧС, все мупы. На период ликвидации последствий этого ЧАЭС, вот выходные, которые тогда были, субботы и воскресенья, которые после этого проходили, только по городу, исключительно, я не сейчас, не по республике, работало больше 200 человек, включая волонтеров. Было привлечено свыше 70 единиц техники, которые занимались расчисткой упавших, вернее, деревьев, потому что, ну, знаете, что же, что помимо веток, там, разбитых фонарей и прочих, были и ЧП, когда такие серьезные, когда повальными деревьями, там и машины придавило, и по Октябрьской, по-моему, там 13, если я не ошибаюсь, адрес, и на многоквартирный жилой дом упало бы огромное дерево. Я думаю, что или вопрос, ну, я лучше запишу, лучше запишу, и мы проверим, потому что работа действительно проделана очень огромная, колоссальная. Хотел бы поблагодарить сотрудников мэрии, волонтеров, которые участвовали в этом. Очень серьезно отнеслись, оказались серьезно. Да, да, очень-очень-очень оперативно отработали, и не только слова благодарности. По теме стихии, тоже поступил вопрос, адрес Хруслова, 46, город Черкесск. На мой жилой дом во время града упало дерево. Обращались и в мэрию, и в другие службы, но никто не помогает, а в доме живут старики, несовершеннолетние. Как вот устранить последствия стихии? Я думаю, тоже, да, можно передать как-то. Я зафиксирую адрес, я буквально сейчас после эфира свяжусь с администрацией города и выяснил. Вот такой вопрос поступил от Эльзы Владимировны, житель Гутикулова, 9. Наш дом полностью разваливается, фундамент, полы, вода идет только холодная. В подвале живут уже даже змеи. Дом стоит в очереди на расселение до 2025 года. Какова вероятность того, что мы получим жилье, или будет проведен ремонт? Есть ли какие-то... Гутикулова, 9, если мне не изменяет память, он включен в программу расселения, вернее, включен в мероприятие по расселению в рамках программы сейсмика. Сейчас это по... Неустачиваемся сейсмически. И, насколько я знаю, вот это кратко поясню, в рамках данной программы мы участвуем с 2018 года. Вот с 2018 года мы сдали два дома. Это больше 800 квартир передали. Первый дом был расселен в 2020 или в 2021 году. Второй дом поэтапно началось расселение с прошлого, с позапрошлого года, с 2022. И в этом году мы завершили передачу имущества в муниципалитет. И, насколько я знаю, по-моему, Гутикулова 9, оно стоит первым на расселение. И, я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен в администрации. Там, может быть, какие-то сложности с правоустанавливающими документами у собственников. А так будет расселен, я думаю, возможно, даже летом. Вот такой интересный вопрос поступил из Аула Ирсакон. Как решаются вопросы строительства детской площадки, которую заморозили, не успев начать в Ауле Ирсакон? Интересно. Ну, давай я точно уточню. По какой программе строилась эта площадка, но хочу, с одной стороны, сказать так, что, откатываясь на год назад, мы точно так же все слушали послание главы республики. Было его поручение в каждом населенном пункте организовать детскую площадку. Со своей стороны, это было поручение нам, Минстрою. Мы, соответственно, разработали программу, согласовали размеры детских площадок по численности населения, проживающих в том или ином пункте. И спасибо нам, одобрили финансирование. Я думаю, в Ауле Ирсакон, если не та, по которой завершили, то по-любому другая площадка, я думаю, в этом году уже появится. Хорошо. Давайте, наверное, все-таки вернемся к вопросам водоснабжения, потому что их действительно много. Вот поступил вопрос из поселка Провокубанский. Когда будет решена проблема с водой, напор воды выше пятого этажа очень слабый, а иногда и вовсе его нет. Это, я так понимаю, про многоквартирные дома речь идет. Поселок Провокубанский, это, по-моему, только многоквартирные дома. Проблема действительно очень сложная, насущная. Хочу сказать, что для решения не только этого поселка, а вообще того куста, который затрагивает, это Аул Сарутюс, Провокубанский, Хумаринское сельское поселение, включая его, и также Красногорка. Нами был разработан проект Карачаевского группового водопровода. Как интересно звучит название. Ну да, да. Карачаевский групповой водопровод. Он реализуется на территории Карачаевского района, да. Но, тем не менее, от него будут питаться не только Карачаевский, но и некоторые поселения у Джибутинского района. В настоящее время выполнены уже работы по строительству насосной станции, резервуаров накопления воды, часть магистрального водопровода и водозабор из дюкера Кубыш, который находится над аулом Кумыш, от которого производится питание малозеленчужской ГЭС. Почему именно такое решение? Проблема, да, не нова, потому что во всем этом кусте организован был поверхностный водозабор и в связи с сезонными колебаниями уровня воды в реках, ну, река Кубань, в частности, там протекает, происходит поверхностный водозабор, у него есть такая, ну, сифон, то есть забирает откуда вода. При падении уровня воды происходит срыв сифона и, то есть, завоздушивается система, вода прекращает, прекращается подача воды. Это очень проблематичное, как бы сказать, такое явление, потому что на перезапуск вручную происходит, то есть, этой системы уходит там длительное время и люди это все это время находятся абсолютно без воды. Поэтому, когда разрабатывали проект, сделали упор на питание водой именно из дюкера в самой верхней точке. Дюкер постоянно находится под давлением, потому что питает газ. То есть, такой эффект, как срыва или там прекращение подачи априори исключен. Вот. также, повторюсь, что мы резервуары регулирования добавили. В настоящее время ведутся работы по там, по устройству территории, по подаче электроснабжения на эти объекты. Я думаю, ну, в за лето, не буду там конкретно так назвать, но до конца лета завершатся мероприятия по строительству и данный водозабор будет подключен к сетям водоснабжения находящимся в поселке Кумыш, который будет соединен также и с поселком Правокубанский, и с Аулом Сарытюз, и там Хумаринским сельским поселением. Я думаю, вопрос именно бесперебойной подачи закроем до конца лета, осенью это точно. Но, тем не менее, остается, да, есть еще проблемы по замене сетей. На этом мы тоже работаем. Что ж, будем ждать окончания лета, начала осени, когда населенные пункты будут бесперебойно получать воду. Вопрос похожий, конечно же. Жители поселка Иркен-Шахар также жалуются на очень плохое качество водоснабжения. Есть ли какие-то новости, скажем так, по Ногайскому району? Чего ждать жителям? И вообще, может быть, какие-то результаты уже есть, которые можно озвучить? Результаты есть, да, мы в рамках мероприятия, мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в прошлом году завершили строительство водозаборного сооружения на реке Кубань возле поселка Архыз. Данным проектом у нас был предусмотрен водозабор с подрусловой дрянной, насосная станция, станция хлорирования и также были построены накопительные резервуары для регулирования. В прошлом году мы эту работу, повторюсь, завершили, сделали, там были замечания, мы там сделали береговое укрепление и передали нам баланс. Но для полноценного водоснабжения необходимо было добавить еще трубы магистральные, которые также в рамках программы комплексного развития сельских территорий с прошлого года ведется их замена. Я думаю, в этом году они закончат и в принципе комплекс мер именно по обеспечению данного поселка я думаю, мы закроем в этом году. Что ж, будем ждать. Хотелось бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Уважаемые телезрители, вы можете звонить, задавать свои вопросы. Напомню, номера телефонов 2206-73 и 22-00-36. Звоните, спрашивайте то, что вас интересует. Переходим к аулу Адыгихабль, который также сделал заявку про перебои с водой, особенно летом. Вода после дождя идет мутная и невозможно ее пить. Вот что там, как у нас? Есть, есть проблемы, да, по качеству подаваемой воды. Хочу отметить, что в ауле Адыгихабль уже администрации Адыгихабльского муниципального района также была подана заявка в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Если я не ошибаюсь, по-моему, 18 километров сетей было заменено уже в прошлом году магистральных. И в этом году для, опять же, исключения перебоев и дисбаланса подаваемой воды в ночное и дневное время завершится до конца года строительство двух напорно-регулирующих резервуаров по 1,7 кубок каждый. И до конца года этот вопрос, вопрос бесперебойного водоснабжения, я думаю, закроется точно. По поводу качества воды здесь вопрос более глобальный, если честно взять, потому что, насколько я знаю, питание происходит от канала, который снабжает сахарный завод, также поверхностный источник. Проблематика эта нам известна. И вот уже второй год мы занимаемся разработкой проекта по обеспечению водозабора в верховьях реки Аксаут, на Аксаутском водохранилище. Никому не секрет, что вверху, в горах, вернее, вода всегда чещет. Ее и очищать-то, собственно, не надо. Ну, надо, конечно, подготовка, надо будет. Соответственно, этим проектом мы предусматриваем строительство водозаборного сооружения, напорно-регулирующих резервуаров, насосных станций, станций осветления и подготовки воды на водохранилище. Да, я уже все про воду, воду, воду спустил. На Аксаутском водохранилище. И больше скажу, мы уже приступили к реализации первого этапа. То есть мы строим сейчас водозаборное сооружение и планируем до конца этого года построить водовод до первого населенного пункта, это до станицы Кардонийской, с влеской в текущий водовод, который снабжает. Вторым этапом, по которому разрабатывается проект, это строительство магистрального водопровода от аула Жако до поселка как раз Адыгихабль, которым в советское время этот водовод был, он функционировал. Это был самотечный водовод, который обеспечивал все населенные пункты вдоль русла реки Малый Зеленчук. И, честно сказать, самотечные водоводы, они показались как максимально эффективные и наименее энергозатратные. Да, абсолютно верно. Поэтому, возвращаясь к работе или как к включениям наших старших, к опыту, скажем так, к опыту, к опыту, к опыту предыдущих поколений, абсолютно верно. мы, если получится, в этом году согласуемся, необходимый проект готов. Мы сейчас ведутся согласовательные мероприятия с собственниками земельных участков. Мы вернемся к этой схеме самотечественных водоводов. И реализация данного мероприятия позволит закрыть потребность по обеспечению чистой водой. Там порядка 15 населенных пунктов расположенных. Ну, наверное, действительно, не зря говорят, зачем придумывать что-то новое, если хорошо работает что-то старое. Это говоря об опыте предыдущих поколений. Наверное, еще в Древнем Риме. Вот так вот. Пришло нам сквозь века. Что ж, будем возвращаться к этому. Поступил вопрос из станицы Зеленчукская, Мария Соленая. Номер телефона, адрес, все указано. На нашей улице был водопровод, он вышел из строя. Мы обращались в администрацию района по программе «Чистая вода». Нам выделили 3 миллиона на его замену. Привезли новые трубы. Соседи многие сделали врезку, осталось просто подать воду. Однако, в один из дней траншеи новые трубы валялись на земле. Бывший глава администрации объяснил, что эта земля принадлежит предпринимателю и работы были проведены незаконно. За эти два года куда мы только не обращались, но никто ничего не делает и мы по-прежнему в центре станицы сидим без воды. Помогите. Вот такой вот вопрос. Я извиняюсь, но вопрос, конечно, да, такой неординарный. Не простой. Да, положили трубы, потом их сняли. Я понимаю, что да, у нас сейчас в Зеленчурском районе не совсем хорошая ситуация именно по водоснабжению. У нас гарантированная поставщика, сейчас выступает гарантированным поставщиком именно администрация Зеленчурского района. Я с вашего разрешения возьму адрес. Давайте мы предметно разберемся, что произошло. Я думаю, да, можно на прием пригласить, да, человека. Абсолютно верно. Мы разберемся с администрацией и, наверное, да, пригласим жителя, чтобы провести личную беседу, чтобы уточнить, скажем так, факторы. Абсолютно верно. Итак, жительница Черкесска Джива Фатима Шагабановна спрашивает, по адресу Гражданская 24 после Града разбиты все фонари. Кто будет их восстанавливать? Ну, многих все-таки волнует. Да, 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 да. Наверное, нет в нашей столице человека, которого не коснулся. Я можно вот сейчас как не чиновник, а как обыватель вот скажу. Я знаю эту прекрасную проблему. И мы неодненно уже на штабах собирались у председателя правительства, что, ну, поймите правильно, в данной стихии пострадали многие люди. действительно пострадали. У кого разрушено жилье, у кого нарушено жизнеобеспечение, которое влияет действительно, у кого нарушена кровля, обвалились потолки, разбиты окна. Многие семьи являются малоимущими или многодетными. Есть ветераны Великой Отечественной войны. Ну, есть приоритетность некая, да? Абсолютно верно. Понятно, что где-то больше урона. Хочу сказать, что перекладывать, ну, мой посыл просто к чем. Сейчас надо сосредоточиться на тех, кому действительно нужна помощь, кому влияет на жизнедеятельность. Фонари, я просто, как обыватель, хочу вам сказать, в моем дворе точно так же было в 20-м году произведено, где я живу, благоустройство, очень красиво стояли все эти фонарики, все это хорошо, размолотило, все осталось как эти, одни подсвечники. собственными силами, силами жильцов, не такие великие деньги. По мелочам мы скинулись и поменяли, не уповая, не на чью помощь. Мы все-таки, там, где мы живем, мы хозяева. Мы хозяева, да, здесь, ну, надо тоже понимать, что... Не зря говорят придомовая территория, да? Абсолютно верно. Точно так же она придомовая территория в собственности всего многоквартирного дома. Мы собственники, ну, я думаю, что жителям тоже надо с пониманием отнестись к этому вопросу. И, я думаю, коллективно этот вопрос решить. Ну, хотелось бы, вот, знаете, вас, наверное, поддержать, Георгий Вячеславович, в плане, что действительно стихия, она коснулась очень многих. И я с вами соглашусь, что есть люди, которым сейчас на данный момент нужнее эта помощь. И хорошо, что все-таки она оказывается. И постепенно, я думаю, даже вопросы разбитых фонарей, скажем так, они тоже будут решены, но может быть чуть-чуть попозже. Вопросов поступает очень много от наших жителей. Мы уже более полчаса в эфире находимся. Я все-таки предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу. И после этого вернемся в студию и продолжим наш разговор. Итак, дорогие друзья, реклама. Испания страна темпераментных и ярких. А вот и сеньора Санчес ждет встречи с любимым. Стоп-стоп, притормози. Вообще-то это Наталья из Кисловодска и на ней элегантные туфли из магазина Еврообувь. Еврообувь. Красота и качество здесь и сейчас. Карачаево-Черкесскому филиалу университета Синергия 30 лет. Филиал единственный негосударственный вуз на Северном Кавказе, который имеет лицензию по специальности лечебное дело и выдает диплом государственного образца. Лечебное дело одна из самых востребованных специальностей в медицине. Хочешь стать успешным врачом? Поступай в Карачаево-Черкесский филиал университета Синергия. Вся информация о поступлении и обучении по адресу Черкеск, проспект Ленина, 83 или по телефону 2026-00. Дар и достояние народа, переданное нам предками, это язык. Как сохранить? Есть решение. Самоучитель карачаевского языка. Приобрести вы можете позвонив по номерам 8-918-225-46-20, 8-929-861-65-99. Хирургия катаракты любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А 43-73-87. Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий Пятигорского государственного университета является продолжателем славных традиций Пятигорского ИНЯЗА и вместе с тем формируют новые прикладные направления. Отсюда выходят владеющие основными европейскими языками креативно-мыслящие кадры в таких областях, как лингвистика, педагогическое образование, цифровые технологии и информационная безопасность, социально-культурная деятельность, логистика, инноватика, спортивно-оздоровительный туризм. Поступай правильно, поступай в ПГУ. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Стал поваром и купил квартиру. Стал юристом и купила машину. Стал механиком и открыл свое дело. Ставропольский кооперативный техникум. Выбирайте специальность и исполняйте свои мечты. Оптовая база Жасмин Текстиль предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкеск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я напоминаю, в эфире телеканала «Россия-1» программа «Горячая линия». Сегодня в нашей студии вместе с первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева Черкесской Республики Георгием Вячеславовичем Терриным мы отвечаем на вопросы от вас, жителей нашего региона. И я предлагаю все-таки не затягивать и вновь перейти к нашему вопросу после такой небольшой паузы. Итак, поступил вопрос от жителя Черкеска, что интересно, но тем не менее. Каково состояние очистных сооружений в поселке Архы? С какой водой мы сегодня поим наших туристов, когда сами пьем грязную воду? Вопрос такой, наверное, с сарказмом, я скажу. С сарказмом очистные сооружения функционируют, насколько я знаю. Жалоб именно на водоснабжение от поселка Архыз впервые, наверное, такое попадает. По водоотведению, да, эта проблема действительно глобальная, она серьезная и, как сказать, такая критическая в плане экологии. Нашего гостеприимства, это на нас влияет. Там есть свои проблемы, мы тоже занимаемся, делаем, проектируем очистные сооружения канализации. Это, да, по воде, ну, если можно, или контакт. Почему именно такой вопрос по водоснабжению? Я уточню. Хорошо. Ну, как житель Черкеска на данный момент хочу сказать, что я пью воду из-под крана и не думаю, что она все-таки грязная. Вот где-где, но в Черкеске все-таки вода, мне кажется, очень даже неплохая. Но это опять-таки я, как обыватель, хотела бы сказать. Следующий вопрос поступил из Аула Псаучедахи, Любовь Инусовна. Номер телефона, адрес все есть. Уже 10 месяцев ждем каких-либо результатов по решению вопросов с нашим домом. Четыре года назад он был признан непригодным для жилья. Содержать жилье в таком доме очень сложно, особенно пенсионерам. Как решается вопрос жителей домов номер 2 и 4 по улице Калмыкова? Это Аул Псаучедахи. Я так понимаю, тоже многоквартирный? Многоквартирный дом, да, я единственное, сейчас не смогу прокомментировать по времени. Я скажу, да, дом включен в программу расселения. Есть, насколько, конечно, смогу прокомментировать сейчас, есть проблема. Прошлым году моя коллега и министр, соответственно, с главой администрации, с главой поселения выезжали во все населенные пункты, проводили беседы. И, насколько я знаю, в том же Аул Псаучедахе не все жильцы согласились на на компенсацию, то есть на выплату. Вот. И это мог бы вопрос быть принят еще в прошлом году, если бы там часть жильцов согласилась получить выплату для приобретения жилья в другом месте, да, условно, ну, соответственно, квартиры. и часть жильцов отказались от этой выплаты, в связи с чем данный вопрос был отодвинут на этот год. В настоящее время по решению данного вопроса в данном населенном пункте есть также и по Беслинею в Хабейском районе. Ведутся работы с застройщиком по разработке проекта под расселение и для тех, кто отказался как бы от компенсации им, да? Не для тех, для всех, для всего дома, получается, да, получается, здесь мы не можем построить часть кому-то, да? Условно говоря, МКД для двух квартир. Поэтому нам в любом случае придется сейчас строить дом для всех. вот задержка с расселением связана именно с несогласием жильцов съезжать или покидать данные населенные на компенсацию, потому что они не согласились. Можно уточнить? А строительство планируется, получается, там же, да? Ну, в Псоучедахе, да? Да, да, да. Администрация будет выделена земельный участок, под который, я знаю, что он выделен, да, уже земельный участок под строительство жилья. Это будет жилье построено взамен тех домов, на которые пойдут под снос как аварийное жилье. Что ж, переходим к следующему вопросу. Жители села Светлое Прикубанского района жалуются на отсутствие воды по всему населенному пункту. Если в официальных письмах были ответы типа старой водопроводной системы, то сейчас нас обвиняют, что мы используем воду как поливочную. Жители села решили сами проверить, почему нет воды, и вот что обнаружили. Было расследование. Водоканал большую трубу поменял на трубу малого размера, и таким образом уровень подачи воды снизился на порядок. Просим вас разобраться. Я прошу тогда, пожалуйста, по данному, я думаю, после эфира я возьму у вас контакт, и мы, наверное, свяжемся с заявителем, чтобы более предметно разобраться, пригласим его на прием, и уточним именно, когда и при какой причине были замены в сечение водоснабжения, и действительно ли это является. А так, если честно, проблема актуальна, водоразбор в летнее время это проблема актуальна. Я, извиняюсь, я могу чуть вольгодно так скажу, что на моем, по моему мнению, и сугубо по моему мнению, дефицит воды, который действительно не связан с водоразбором имеется в селе Дружба. у них действительно недостаточная подача воды, у них осуществляется подача воды от города Черкеска, села Дружба и Аула Псыш, они от одного источника питаются, вот у них, да, у них проблема действительно, есть узкогорлышко, это подача от города Черкеска, с данным направлением мы тоже работаем, вот по этим двум населенным пунктам я согласен, по светлому не знаю, но давайте мы разберемся и свяжемся обязательно с заявителем. Жители дома по улице Космонавтов 66, город Черкеск, в нашем доме протекает крыша, в управляющей компании постоянно твердят нет денег на материалы, после обращения в СМИ деньги на материалы появились, но только на полкрыши ее подремонтировали, а вторая половина так и течет, может быть и в этот раз нам поможет прямой эфир, вот видите, да, с вашей помощью оказывается, есть подвижки. Я единственное, простите еще раз, Космонавтов 66, управляющая компания вот не доремонтировала крышу, я не знаю, какая здесь не написана название управляющей компании, но видимо все-таки. Давайте мы свяжемся с управляющей компанией и, наверное, с заявителем, если есть у него возник, есть время и есть желание, возникнет желание, пусть придет, изложит проблему, мы, я думаю, с управляющей компанией поработаем. Вообще хотелось бы подчеркнуть, напомнить нашим телезрителям, что в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР также проходят дни открытых, ну, как приема граждан, правильно, и не всегда обязательно, скажем так, звонить на горячую линию, можно напрямую обратиться в Министерство, может быть, вы озвучите контакты, как к вам можно попасть, записаться. Да, я бы хотел назвать телефон приемной нашей 265775, можно уточнить время и приемные часы заместителей по направлениям, а также приемные часы, при приемные дни министра строительства. И заместителя, да, я так понимаю, тоже проводит. рекурирующих заместителей и, соответственно, министра. Так, дорогие телезрители, если что, записывайтесь в том числе на приемы граждан непосредственно в Министерство. Мы продолжаем. Жители дома номер 46 по улице Красноармейской в городе Черкесске спрашивают, когда наш дом войдет в программу капитального ремонта? В доме 62-го года постройки прогнила вся водопроводная система с крыши, где толстым слоем лежит голубинный помет, ползут какие-то черные большие по размеру насекомые. В подъездах стоит запах сырости. Куда уходят наши платежи по капремонту? Спрашивают. Ну, это тоже, наверное, вопрос... Проблемка наболевшая. Я на память не могу вам сказать. В любом случае в открытом доступе на сайте фонда капитального ремонта есть как долгосрочный, так и краткосрочный план проведения ремонта в многоквартирных домах. Это можно ознакомиться. Когда? Со сроком, да? Да, по срокам. Если где-то есть вопиющие моменты, по которым действительно влияют на жизнедеятельность, создают какую-то угрозу, я также рекомендую обратиться. А это нужно, я извиняюсь, в фонд капитального строительства или в свою управляющую компанию? Куда надо обращаться конкретно? Нет, это фонд капитального ремонта. Именно капитальным ремонтом занимается капитальный ремонт МКД занимается у нас некоммерческая организация фонд капитального ремонта. Мы ежегодно утверждаем, корректируем график выполнения ремонта по видам работ, по срокам. Он находится в открытом доступе. Еще раз говорю, можно посмотреть, но если возникают какие-то проблемы, прошу или прийти, или оставить контакты, с кем можно связаться, и этот вопрос детально прояснить. Я думаю, найдем точки соприкосновения, где мы можем чем помочь. Вопрос жителей дома номер 24 по улице Гражданской в Черкесске. По-моему, кстати, этот дом уже задавал вопрос, но новый вопрос. Просим вас обратить внимание на нашу проблему. Уже год на электропроводах, проходящих над пешеходным тротуаром, висит дерево. Мы обращались во все коммунальные службы и в МЧС, но нас кормят обещаниями. Неужели должно случиться очередное несчастье, чтобы были приняты необходимые меры? Да, вот, я запишу адрес. Гражданская 24. У них еще какая-то проблема была, мы озвучивали вопрос, но я сейчас не вспомню, надо посмотреть. Итак, следующий вопрос. Жители домов по улице Лободина, 53, космонавтов, 48, парковая, 7, в Черкесске. То есть, три адреса. Объединились и вот позвонили. Жалобы на антисанитарию. На крышах не убирается голубиный помет, который способствует появлению нереально больших тараканов. Средства, которые вносятся с жильцами на капитальный ремонт, не используются по назначению. Аналогичные проблемы создают и супермаркеты, расположенные на первом этаже многоэтажных домов. Вот, кстати, про супермаркеты. Сама же мы в доме, где на первом этаже есть супермаркет. Вот, собственно, люди спрашивают, как вот избавиться от последствий, скажем так. Я бы хотел сейчас обратиться тоже к жителям. Я прекрасно понимаю, есть, ну, да, если в дом находится, подходит по срокам по, под выполнение тех мероприятий, которые предусмотрены капитальным ремонтом. Это по замене лифтового оборудования, по замене кровли. По замене инженерных сетей или необходим ремонт фасада. Да, этим занимается фонд капитального ремонта, который мы с вами все, как жители республики, мы платим взнос в этот фонд и собирается общий бюджет, который выделяется на этот ремонт. И, еще раз повторюсь, график этих ремонтов всегда находится в открытом доступе. Но вот по данному вопросу я хотел бы обратиться и к жителям, вернее, именно как к жителям, чтобы вопросы задавали не только нам, но и управляющие своей компании, которые они точно так же платят за содержание многоквартирного дома. То есть уборка крыши, грубо говоря, если там образовалось, уборка 100%, это обязанности управляющих компаний. Если вопрос не решается, ну, жители не в состоянии или там по каким-то другим причинам не реагирует управляющая компания, есть у нас государственные органы это жилищное, управление жилнодзора. И я вам скажу, они очень, ну, очень оперативно работают и имеют массу рычагов, рычагов, да, давления на управляющие компании заставить их, обязать или в конце концов оштрафовать, ну, очень целое управление, да, по этому поводу, поэтому я бы хотел призвать, да, жителей, да, работать как с управляющей, если они не реагируют, ну, не надо там каких-то этих конфликтных ситуаций создавать, для этого есть управление жилнодзора, они, я уверен, разберутся с этой управляющей компанией и заставят их выполнять свои работы. Ну, в крайнем случае, хотелось бы напомнить, что можно поменять всегда, да, управляющую компанию, если все-таки не устраивает деятельность. Можно, можно, можно и так, да, с решением жильцов, да. Хорошо, вот такой вопрос интересный поступил от жителей многоквартирных домов по улице Космонавтов 5А. В настоящее время у нас во дворе реконструируют здание детского сада под школу, филиал школы номер 17, но въезд к этому учреждению возможен только через арку, что создает большие неудобства для жителей многоквартирных домов 14 подъездов. Есть ли возможность перенести этот вход в другое место? Вопрос, да, вопрос, очень, очень, очень сложный. Честно сказать, я не знаю, на бумаге знаю, что в 80-е годы был построен этот был детский садик, сейчас он принадлежит, на балансе это здание находится у 17-й школы, и да, там организация подъезда через много квартир, ну там, по-моему, с двух сторон есть можно подъезд, я адреса сейчас точно на память не помню, знаю, что с двух сторон, возможно, через дворы подъезд. К сожалению, организация проезда под высоковольтной линией электропередачной, по-моему, там идет 110-я линия, там такой сейчас стихийный проезд организован, организовать подъезд под ЛЭП мы не можем, не может, ну, техника безопасности, абсолютно, не органы исполнительной власти, не муниципальные органы, потому что это охранная зона ЛЭП, и, в первую очередь, это небезопасно, поэтому, я думаю, что это не единственный проехать, припарковаться, посмотрим по организации, с мэрией мы тоже этот вопрос обсудим, потому что, да, сейчас, в текущем году там выполняется мероприятие по капитальному ремонту, и здание долгое время находилось просто безхозное, там было с рассадником негативных всяких элементов, в настоящее время жители тоже как бы, ну, нашли жаловаться на проезд, наконец-то убрали оттуда все заросли, в которых прятались там разные наркоманы, убрали, это была, кстати, очень большая головная боль у мэрии города Черкеска, которые они должны были, соответственно, тоже обеспечивать, ограничивать доступ в это помещение, я думаю, после ремонта самого здания будут выполнены мероприятия по благоустройству данной территории, жителям, наоборот, ближайшие, домов будут, наоборот, приятнее, детям будет гулять не на пустыре под лэпом, но вечером точно так же на территории школы и в конце концов, просто элементарно по безопасности не страшно будет отпускать детей гулять возле этого здания, то, что было там раньше, там очень печальное зрелище было. Следующий вопрос поступил опять-таки из города Черкеска, Тамара Махмудовна спрашивает, она живет на Карла Маркса рядом с рынком, за мусор платим исправно, но вот вывозят его нерегулярно, во дворе уже не кучи, а груды мусора и стоит вонь, а еще продавцы приносят с рынка, мусор уже у подъезда лежит, скоро пройти нельзя будет, почему мусор не вывозят регулярно? Хороший вопрос, ну, рядом с рынком действительно эта проблема мне кажется наблюдается. К сожалению, да, в местах, где есть такие стихийные и там рыночные, ну, возле рынков таких стихийных, к сожалению, возникают такие стихийные свалки. Вот. Региональный оператор, у меня не так далеко там, мои родители живут, поэтому я прекрасно знаю эту проблему и знаю, что оператор регионально, региональный оператор регулярно два раза в неделю по вторникам и четвергам мусор вывозят. Вот. И по ведерной сбору осуществляется и по контейнерам. Но, к сожалению, вот здесь бы, наверное, хотел бы обратить внимание, наверное, не столько именно на жилищно-коммунальную, сколько может быть правоохранительным органом, который бы люди, которые осуществляют свою коммерческую деятельность на этой территории, куда они должны давать отсюда. за собой, убирать, а не перекладывать это на коммунальные службы. Вот здесь, наверное, в этом плане. Но, тем не менее, да, вопрос услышан. Конечно, мы с региональным оператором проведем соответствующую беседу, попросим, чтобы акцентировали, ну, какие-то мероприятия, придумали, чтобы этих стихийных свалок, по крайней мере, такого накопления не происходило. Георгий Вячеславович, у нас остается совсем немного времени. Вопросов, на самом деле, еще много. Я все их вам обязательно передам после эфира. Но давайте, наверное, на один из последних вот поступил вопрос от пенсионерки город Черкесск, Ворошилово 6, квартира 28. Татьяна Григорьевна, она спрашивает, я живу на первом этаже, во время града разбились все балконы и окна. Все службы, от мэрии до МЧС, меня игнорируют. Я пенсионерка, мне страшно даже оставаться ночью с открытыми окнами. Помогите, пожалуйста. Да, давайте я сейчас у вас возьму контактный телефон. Я думаю, мы, ну, я направил сотрудников даже в Минстрою. И вместе, вместе с мэрии мы посмотрим размер, вернее, ущерб, ущерб, да. И, я думаю, найдем какой-то выход, как этот вопрос решить. Что ж, спасибо большое вам за сегодняшнюю такую беседу. Вопросов было на самом деле очень много, они были разные, но я думаю, что постарались ответить максимально честно, открыто и, опять-таки, объемно. Надеюсь, у наших жителей все-таки все меньше будет возникать вопросов к Министерству строительства и ЖКХ Карачаева-Черкесии. В любом случае, я желаю вам успех в вашей работе. Спасибо большое. что вы ведете такую деятельность и будем надеяться, что она будет и в дальнейшем успешной. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, а я напоминаю нашим телезрителям, что в прямом эфире телеканала «Россия-1» была программа «Горячая линия». Сегодня у нас в гостях был первый заместитель министра и строительства жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесской республики Терин Георгий Вячеславович. Совсем скоро, уже через две недели, в нашу студию придет новый гость, с которым мы обсудим не менее актуальные темы. С вами была Амадина Лайпанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин